Первый вопрос заместителю генпрокурора и губернатору задала жительница Читы Лариса Кашкарева. Женщину не устраивает, что некоторые жизненно важные медикаменты не поступают в стационары в полном объеме или поступают с большой задержкой. Прошу провести проверку в отношении здраво-габайкальского края по вопросам предоставления лекарств к клиническому медицинскому центру города Читы и установить причины задержек передачи лекарственных препаратов. Дело в том, что некоторые препараты, когда приходят в поликлинику, говорят, что они еще не поступали. Но позже еще дают. Немного за что человек пришел и сразу получил в полном объеме все лекарства. Министр здравоохранения региона Оксана Немакина пообещала разобраться с поставщиками лекарств в больнице, добавив, что дополнительно пациентов будут оповещать о поступлении жизненно важных препаратов. Вам задача совместно с Министерством здравоохранения Оксана, посмотрите эту ситуацию комплексно. Во-первых, наличие рецептов в аптечной организации. Во-вторых, какие препараты выдают. Посмотрите и по обращению к Оксана Ларисы Германовны, нашей уважаемой Оксана, и посмотрите шире эту ситуацию, какие у нас на сроченном исполнении. И самое главное, чтобы к этой ситуации не возвращаться в течение всего полугодия, особенно мы понимаем, что сейчас будет острый электоральный период, надо посмотреть задержки при исполнении контрактов. Чем обусловлены? Если они есть, и есть ли предпосылки, если их не имеется выраженных на бумажных носителях, то есть документах контрактов. Отдельно, пожалуйста, мне эту ситуацию комплексно доложить. Срок вам месяц на проведение проверки. С похожей проблемой к заместителю генерального прокурора обратилась председатель регионального отделения ВАРДИ Мария Яцук. С ее слов, есть семья, которая больше года не получает необходимые расходные материалы и спецпитания на ребенка-инвалида. С прошлого года, с момента признания нуждаемости в питании ребенок не получал, мама приобретала его за свой счет. На сегодняшний день ребенок специального питания не получает. Также есть необходимость в обеспечении шприцами и катетерами. Реакция последовала незамедлительно. Министр здравоохранения Оксана Немакина рассказала, что все расходники и питание для ребенка изначально были закуплены и выделены. Придется разобраться, почему семья их не получала. В итоге вопрос на контроль взял губернатор Александр Осипов. Александр Михайлович, просьба, знаю, что вы как губернатор уделяете большое внимание решению социальных вопросов жителей Забайкальского края. Вот поставьте, пожалуйста, эту ситуацию на свой персональный контроль. Ситуация мне точно так же, я думаю, как и вам ясна, что противоречие те сформировали сами медики. С этими фактами мы всем разберемся, и в полном объеме с остальными медицинскими средствами обеспечивается. Череду острых вопросов продолжила депутат из Борзии Наталья Руденская. Ее, как и других жителей города, волнуют недостроенный на территории воинской части детский сад. В конце декабря прошлого года его должны были сдать, но компания-концессионер переносила сроки строительства, хотя деньги осваивались по плану. Дмитрий Демешин поручил прокурору края Александру Янковскому провести анализ финансовой и экономической деятельности организации. Точно такая же ситуация сложилась и вокруг детского сада в Акше. Я понимаю, почему так действует Министерство строительства, потому что они действительно изначально зашли в эти условия, и сейчас решение социального вопроса, конечно, самый важный и приоритетный момент. Ну, то есть, стройка детских садов. Если мы видим, что в центральных железнодорожных районах Читы и Хуслов ну, хоть что-то там началось делаться, как говорит у нас руководитель Франции, прокурор, то вот у этих вот Акша и город Борзи, которые у нас уважаемая Наталья Юрьевна принесла, по сути, не сделано ничего. Эти и другие вопросы будут взяты на контроль и решены в ближайшее время зампредами и министрами правительства, а также региональной прокуратурой и лично губернатором Александром Осиповым. Заместитель генерального прокурора попросил сделать все возможное, чтобы жители Забайкалья не страдали из-за нерешенных социальных проблем. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.